Первый онлайн урок. Это у нас урок по созданию красивой композиции из веточки сакуры. Сакура, будем так коротко говорить, это родная сестричка нашей вишенки. Очень красивое цветущее дерево, которое дает огромное количество нежно-розовых или алых цветов, которые не дают плодов, в отличие от нашей вишни. И вот сейчас мы сделаем именно сакуру. Буду ее изображать именно в стиле минимализма, с маленьким количеством цветов, но с большими такими ветками, которые будут выглядеть старыми. Мы их будем застаривать немножко. Итак, я делаю несколько веток самыми главными по толщине и немножко их разбавляю тоненькими. Все те, которые у меня более толстые ветки, я заполняю шоколадом. Хочу сказать, что я сейчас рисую именно шоколадом. У меня здесь просто темный шоколад, которым я через мешочек с маленьким вырезом просто рисую вот такие вот веточки. Обязательно нужно понимать, что сакура очень красиво смотрится, когда есть две или одна большие толстых ветки, а от них идут уже маленькие такие поросли, либо старые, либо уже молодые, которые очень хорошо будут смотреться. Вот потолще я сделала старыми. Сейчас я, смотрите, очень внимательно смотрите, я делаю как бы имитацию очень маленьких новых свежих веточек, которые и дадут потом впоследствии вот этот красивый рост именно вот этой сакуре. Делаю их в разных направлениях. Потихоньку делаю прям вот, приложила и так раз и потянула. И получается очень красивая тонкая ветвь. Смотрите, сколько этих ветвей. Они как бы расположены на первом фоне, большие, толстые, а за ними как бы вот эти вот тоненькие идут. То есть идет такая очень красивая картина. Так, ну я думаю, что, наверное, хватит. Теперь будем работать с большими ветками. Они у меня шоколадного цвета, и мне нужно их немножко застарить. Так как это ветки уже старенькие, я беру белый краситель и немножко кисточкой просто хаотично наношу вот этот вот белесый цвет, как бы застаривая ветки. То есть я показываю, где есть старые ветки и, естественно, молодые. Следующим шагом я беру кисточку и светло-светло-светло, прям нежно-нежно розовым красителем я наношу вот такие вот вкрапления. Смотрите, если вы делаете на торте на ганаши, то у вас великолепно работа кисточкой подойдет. Если вы делаете на мягкой поверхности, допустим, крем-чиц или какой-то сливочный крем, то вы делаете это мастихином маленькими такими вкраплениями. То есть набрали мастихин и аккуратно нанесли на торт. Получается имитация дальних веток с цветами, которые как бы в дымке смотрятся, и они добавляют шарм всей вот этой композиции. Вот, а теперь я буду на веточки накладывать цветы. У меня будут очень маленькие цветы сакуры. Я их сделала 102-й насадкой, пятилистник с темно-красной серединкой, розовый пятилистник. И теперь я выкладываю все цветы, но не везде, а выбираю определенные места. Вот сейчас я выложила на более толстые веточки, а вот сейчас уже выкладываю на более тоненьких веточках. И буду выкладывать такими небольшими партиями. То есть вот если у меня там больше трех, то я могу потом добавить туда еще больше и больше и больше цветов. То есть как бы на мелких молодых ветках начинает взрастать вот эта красивая жизнь, а старые ветки остаются практически без цветов. Там могут быть какие-то вкрапления. И тогда у нас будет именно имитация сакуры. Не вишни, а сакуры. Вишня немножко по-другому смотрится и компонируется. Все это мы будем проходить на следующих уроках. Сейчас вот у нас именно сакура. Именно минимализм, который очень сильно притягивает. Многим нравится. Выставляю вот эти вот цветочки. Вот смотрите, прямо по 4, по 5. В дальнейшем я буду прямо увеличивать количество этих цветов в этих соцветиях, что даст еще более красивый вид самой композиции. Смотрится, конечно, это потрясающе. Опускаю все цветы вниз. Видите, я визуально удлиняю ветку. Удлиняю именно этими цветами для того, чтобы у меня была как бы свисающая веточка с молодыми-молодыми ветками цветов. Немножко добавляю еще на более толстые ветки. Ну, понемножку. Там понемножку. В основном вся история вот эта цветочная идет уже внизу на тонких веточках. Видите, как хорошо, что я их прорисовала. И они очень хорошо как бы обыгрывают. Ветки добавляют интересную работу цветам. Цветы добавляют композицию полностью наполненную. Вот больше, в принципе, ничего не надо. Нет, добавлю все-таки. Добавлю я набитости в каждое соцветие. Прям добавляю побольше именно в соцветие. Больше нового я ставить не буду на ветке. А именно вот в эти соцветия добавляю, добавляю. Смотрится очень красиво. Мне очень нравится. Кстати, сакура вообще изображается без зелени. Ну, то есть она цветет. Именно в момент ее цветения нет никаких зеленых листочков. Я себе здесь, конечно, дам маленькую такую поблажку. И добавлю в композиции буквально немножко зеленых лепесточков. Это будет у меня творожная крем-паста. Это высушенные листики очень маленького размера. Я просто ими как бы поиграю в этой композиции. Посмотрите, как хорошо, да? То есть в длину стала выкладывать соцветия розовые. И они по-другому стали смотреться, чем просто они бы были кругленькими. Где-то там, там, там. А вот в длину выложила и пошло очень хорошо смотреться. Вот теперь я беру листики и просто их прикладываю. Их будет немножко, буквально чуть-чуть. Можно сделать их более светлыми. Но, как я уже сказала выше, сакура, в принципе, вообще без листиков делает. Это уже мое такое маленькое отступление. Смотрится очень хорошо. Если сделать такую композицию на торт, это будет замечательно. Сверху на ганаш нанести вот такую вот шоколадные ветки и поставить красивые цветы. Их будет немного совершенно, но композиция будет смотреться очень богатой. Творожная крем-паста, композиция, веточка сакуры. Сверху на ганаш нанести.